Приветствую друзья! Сегодня пришло время для небольшого обзора вот этой аптечки, о которой я уже упоминал в предыдущем ролике. Аптечка индивидуальная, которая собирается, отправляется людям, находящимся в зоне повышенного риска жизни и здоровья. Сразу скажу, что в этой аптечке нет ничего необычного. Препараты и средства, которые, в общем-то, известны всем. Просто хочу в двух словах рассказать о принципах, которыми руководствуются те, кто собирают эту аптечку. То есть, какие основные направления препаратов и средств сюда попадают. Наверное, опять же, это все известно всем. В первую очередь, то, что должно попасть в эту аптечку, это средства для остановки кровотечения, обработки ран. Это бинты, жвоты и так далее. Следующее, это противовирусные, жаропонижающие и противовоспалительные препараты. В зависимости от времени года и так далее. То есть, зимой это больше противовирусные, жаропонижающие. Летом это больше противовоспалительные, всевозможные. Вот. Антибактериальные, то есть, это от поноса, от рвота, от тошноты. Это антибиотики. Это обезболивающие. Ну и далее уже идет, а, ну, то, что касается работы сердца, то есть, валидол, там, такое, при таких сердечных приступах. Далее уже идет комплектация более индивидуальная. То есть, кому эти аптечки предназначаются. Или людям более, там, зрелого, там, престарелым, может быть, или, там, специальным мужчинам или женщинам. То есть, если это пожилым людям, то туда могут положить больше препаратов, понижающих давление, может быть, или, там, повышающих. Может попасть туда больше антибиотиков, препараты для суставов, там, ну, такое, знаете, вот, для сосудов. Если это мужчина или женщина, то туда могут попасть препараты, допустим, для мужской мочеполовой системы. Потому что люди, которые там находятся, особенно зимой, могут быть и воспаления, опять же, там, и так далее. Ну, или, если это женщина, то это для препаратов, которые могут быть полезны, если у женщин, там, какие-то проблемы по-женски. Простыли, простыла там, или еще что-то такое. Ну, в общем, как-то так. Сейчас я ближе покажу вам то, что здесь находится. Подсумок совершенно обычный, из кордуры, произведен в Израиле. Там есть лейбочка, то есть, здесь моли. Ну, в принципе, как обычный, то есть, стандартный подсумок. Открываем. Итак, в первую очередь, то, что касается обработки ран и установки кровотечения, это, опять же, здесь у нас два израильских бандажа, о которых я еще сниму видео. Это много всевозможных бинтов. Это стерильные и нестерильные бинты, в основном, украинского производства. Это и Харьков, и Черкасская область, разные здесь есть. Эластичный бинт. Закреплять повязку на ране. Или, если кто-то, может быть, мышцу потянул. Обязательно в той аптечке, которую я показывал перед этим, не было этого. Это перчатки. Обязательно средства индивидуальной защиты. Потому что, если вдруг владелец аптечки будет обрабатывать рану не себе, а кому-то другому, должны обязательно быть резиновые перчатки. Еще один бинт. В бутылочках хлоргексидина. Если кто не знает, это обеззараживающее средство. Ну, типа, по аналогии, как перекись, так скажем. Ну, лучше. Считается лучше. Пластырь бактерицидный. Стерильная салфетка. Марлевая. Вот это интересная штука. Это вот, типа, тампокса. Но она же, как бы, немножко испорчена. Смотрели, как действует. Это, если глубокая рана есть. Допустим, полевое, к примеру, ранение. Или, там, проткнул штырем, там, себе кто-то что-то. То это средство для тампонирования раны. То есть, как тампокс, да, вот туда. Вот оно уходит. Вот. И обрабатывается. Туда вставляется этот вата. Ну, оно похоже, наверное, на тампокс. Но, как бы, его используют для тампонирования раны. Само собой, ножницы. Здесь собраны, в основном, лекарства, препараты. Для упаковки Цитромакса. Это антибиотики. Антибиотик Цитромакс. Не знаю, будет видно, не будет. Я думаю, будет. Здесь, ну, поскольку тут на иностранном все написано. Здесь обычно те, кто собирает аптечки, пишут, как принимать, какой курс и так далее. Здесь еще один пластырь. Еще одна салфетка. Ну, это... Это спиртовая салфетка. Хотя, я не знаю, в принципе, зачем. Ну, может, какую-то легкую рану, царапину. Обычно, насколько я понимаю, эти салфетки спиртовые используются для того, чтобы обработать место перед уколом. Ну, почему, зачем-то решили положить сюда. Может быть, там какую-то царапину обработать, еще что-то. Так. Так, спазмогон. Ну, это, можно сказать, обезболивающие. Против спазмов, против головной боли. То есть, обезболивающие против... Лапирамид. Это от поноса, так можно сказать. Противодиарейное средство. Парацетамол. И валидол. Ну, в принципе, это все. Но, опять же, я говорю, что это не идеальный состав аптечки. Сюда можно добавить еще немножко каких-то препаратов по индивидуальным пожеланиям людей. Еще раз повторю, что это не идеальный состав аптечки. Понятно, что это просто частный случай. Частная сборка, так скажем, ручная сборка аптечки. Может быть, там можно положить каких-то там спазмалькетиков. Иногда вложат немножко больше каких-то успокоительных. Ну, и так далее. Ну, опять же, это просто как пример одного из вариантов аптечки индивидуальной для, опять же, для людей, которые находятся в такой ситуации, когда всегда могут получить... Не всегда, но могут получить какую-то рану, ранение, или просто находятся в таком месте, где тяжело добраться до врача, и аптек нету. И вы понимаете, о чем я говорю. Вот, пожалуй, все. Следующее видео, наверное, я сделаю об израильском бандаже. Как он выглядит, как его использовать. А пока все, и до новых видео. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok